Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, 14 часов 4 минуты в Москве. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов и наш гость, о котором мы говорили, автор-исполнитель Павел Кашин. Здравствуйте, Павел. Привет. Павел, вы сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Он договорились только что говорить на три, мы все втроём договорились говорить на ты. Юля волнуется, Юля волнуется. Вот всё, вот как мне теперь общаться дальше с тобой, Павел? Мне надо, знаете, чтобы что-то запомнить, нужно 10 раз сказать ты-ты-ты-ты-ты-ты и запомни, да. Хорошо, окей, ты пришёл не с пустыми руками, принёс нам свой новый клип на песню «Пьяный корабль», которую мы будем обязательно смотреть. И я знаю, что история создания этого клипа какая-то очень любопытная, и ты его задумывал чуть ли не за полгода, собственно, до самих съёмок. Расскажи нам об этом. История действительно длинная, берёт корни в древности. Полгода назад я решил вот в своё 50-летие стать счастливым. В общем, с марта как началось, так и пошло, да? Рыбка наша. Да. Я поменял телефоны, все сайты и всё-всё-всё, и оставил связь только с помощницей и несколькими друзьями. И сказал, чтобы никаких плохих новостей мне не сообщать вообще, и сообщать, что будет в будущем, не дальше, чем завтра вечером. Вот с тех пор мне пишут или звонят и говорят, что завтра востолько-то в аэропорту, востолько-то приезжает машина. И я живу, и это довольно счастливо получается, потому что ты спишь, не волнуешься, а завтра у тебя сюрприз. Ничего не поняла. То есть действительно так накрыло тебя в 50, что надо было обязательно и номера менять и так далее? Если честно, в 49,9 я решил, что как-то неудобно на улице уже подходить к девчонкам, знакомиться. И я решил как-то, что пора поменять просто стиль жизни. Ну можно было тогда и дату, возраст, там в паспорте уж всё менять, так знаешь. Ну я же не барышня, что мне менять. На самом деле меня это не мучает, знаешь, как Кант сказал в это время, наконец можно сосредоточиться на философии. На чём в итоге ты сосредоточился, вот сделав такую большую зачистку в жизни? Я решил изучить научно, как быть счастливым. Вот здесь уже очень интересно, многие прибавили громкости поближе к телевизорам. И если вот просто народным языком говорить, у нас есть 5 генов, 4 гена, вернее гормонов, 4 гормона пряника, 1 гормон кнут. Вот, и нужно искать пряники и избегать кнута, в общем-то. Хотелось бы, да. И поэтому нужно, конечно, быть осторожнее с алкоголем и очень осторожно с женщиной, потому что там постоянно кнут. Кто? Женщины? Главное, что в отличие от алкоголя, кнут там неожиданный очень сильно. С нашей стороны, да? Непредсказуемый, давай так, да. Моя бывшая жена могла из одной маленькой фразы сделать ночь пыток. И я понимаю, что после этой ночи нужно восстанавливаться примерно месяц. В общем, для творца ты избрал такой путь, правильно? Я стал изучать всю эту науку по книгам, по своим воспоминаниям и внутренним ощущениям. И, в общем-то, нашёл, что можно жить и на Марсе. Подожди, то есть получается... Главное, без женщин. Паш, ты изобрёл, вычислил формулу счастья, получается, да? Я ещё не довычислил, там немножко осталось. Знаешь, как анекдот про трёх немецких учёных? Третьи учёные, они вычисляли, как возможно ли узнать, какая лошадь прибежит первой. И все там вычислили почти, а третий сказал математик. Я всё вычислил полностью, только она, пока эта формула работает для шарообразных лошадей в вакууме. Дорогие друзья, наша научная дискуссия продлится. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Теперь немного музыки лёгкой. Это «Лучшее в стране», дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас сегодня в гостях Павел Кашин. До конца часа вы посмотрите клип, премьера клипа на песню «Пьяный корабль». И остановились мы на том, что ты вычисляешь свою формулу счастья, и одна из её составных частей — это принципиально не знать, что будет послезавтра, да? То есть ты делаешь такой осознанный вакуум вокруг себя информационный. Нет, что будет позже, чем завтра. Позже, чем завтра. Не знать ни в коем случае. Да-да-да. Да, тогда откуда ты знаешь, что у тебя состоится 30 декабря концерт в джаз-клубе академический, а также 31 декабря в Санкт-Петербурге ты будешь выступать в ДК железнодорожников. Это как-то немножечко противоречит системе. Подожди, если я зайду на kashin.ru, я, конечно, всё это узнаю. Просто я не держу это в голове. И так удобней. Когда мне нужно встретиться с кем-то, я сейчас мало с кем встречаюсь, я просто посылаю смс-ку своей помощнице, свободен ли я в такой день, и всё. Подожди, а если твои друзья хотят с тобой встретиться? Обычно я дома сижу, работаю. Они знают, где тебя найти. Да, они проезжают мимо меня. Я живу на главной трассе. Паш, скажи, пожалуйста, насколько эффективна стала твоя творческая жизнь, когда ты жизнь перестроил, вот в таком русле сделал? Может быть, песни стали быстрее писаться, больше песен, больше свободного времени на что-то осталось? Ну, вообще, это опасно, бросать алкоголь и нужные связи. Потому что ты начинаешь так много работать, и твой мозг в таком бешеном ритме работает, что я создал свой язык. В общем, я решил, что русский язык, он чудесен и прекрасен, хорош для работы, но если на нём писать всё, что думаешь, то ты найдёшь врагов в себе очень много. И я создал неолог, на котором можно писать всё, что угодно. Оно звучит очень красиво. А если захочешь расшифровать, то там много правды, которая может оказаться неприятной кому-то, но важно. Подожди, то есть это твой личный, персональный Павло Кашинский язык? Да, но я испытываю на нескольких подопытных в интернет, и он всем нравится, и все ждут, когда я следующие правила выдуму. Ну ладно, я не буду кривить душой, я слышала, на самом деле, как звучит твой язык, и даже какие-то вот песни, кусочки. Нет, ты слышала, это была шутка, на самом деле. Я в немецком стиле сделал тогда стишок. На самом деле она звучит между итальянским и английским. А-а-а. Итальянский просто он самый близкий русскому человеку. Русский человек может, в принципе, сразу брать и говорить на итальянском. Ты говоришь по-итальянски? Да, все говорят по-итальянски. Слушай, я один, что ли, не говорю по-итальянски? Ты просто еще этого не знал, ты тоже говоришь по-итальянски. Да вы что? Парле итальяна? Нет. Просто возьмите все слова с окончанием ации, и на этих словах можете спокойно... Паш, будешь ли ты обучать своему языку? Не Оле, где-то преподают ее уже, книги писать, пророчники. Очень хочется, но жалко. А время же свободное теперь есть. Ты знаешь, он хорош тем, что на нем не обязательно всем его знать. На нем хорошо писать песни, потому что правила настолько гибкие, хороши, там всего только женский род есть. Они настолько целесообразны. Почему женские? Потому что во французском языке все женские слова договариваются до конца, и тогда все понятно становится. Почему главная грамматика, взятая из французского, она самая более-менее понятная? А все остальное основано на брендах, вывесках магазинов, все слова мы знаем уже. То есть такой ассоциативный в чем-то язык, да, получается? Да, но главное, когда я вешаю себя на сайте, все начинают переводить, и получаются с отклонениями, иногда такие красивые получаются отклонения. И каждый человек может себе немножко по-своему перевести. В этом есть сотворчество. Как и в клипе, о котором я вам расскажу, кстати. Хорошо. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы непременно вернемся. Павел Кашин в гостях у Страны ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Это программа «Лучшее в стране». И сегодня у нас в гостях певец Павел Кашин с премьерой клипа «Пьяный корабль», с премьерой своего персонального языка «Неола», а также со своей уникальной формулой счастья. К «Неоле» хочется подобраться. И хочется немножечко услышать на слух, услышать на слух, нехорошо сказала, послушать, как же она звучит. Ну, давай я тебе скажу, а ты переведешь. «Eudisante d'Express». Подожди, подожди, Паш. Я уже однажды это переводила. Давай попробовать роман. Нет, ребят, давайте меня не будем. Я ни в испанском, ни в английском. Роман, ну, «Экспресс» у вас с чем оставляется? «Эспрессо», «Скорость» что-нибудь такое. «Экспресс» — это поезд. А, хорошо, ну да. Так, нет поезда. Да, да, подожди, ты нас не проси перевести, ты почитай немножечко. Как он звучит, Паш. Как он звучит, конечно. Ну, «десант» — это сходить, «десанде» или «десанта». Я думал, Рязанское военно-возвучное училище. Да, но русское слово «десант», оно нам понятнее, конечно же. Да, понятно. В «пионерском десанте» были? Ну, наверное, да. У нас роман везде был. Был я пионером, да. Сейчас я найду короткий стишок. Я не знаю, какие языки-то намешал в данном случае, но звучит очень сексуально. Мы великие повары, мы все помним богатые. Все слова мы знаем, и если... Google, Амигу, то есть, получается... Там и Амиги, и Ностра, Коза Ностра. Тутти, фрути. Смотри, получается, такие... Намешал всякого разного. Это такие мудрости, афоризмы такие. Это все, что мы в своей жизни слышали, но не пытались перевести на русский язык. И боялись это объединить воедино. Где-то ты будешь, может быть, издавать эту книжку отдельную, Паш? Я не знаю, скорее всего, даже напишу песни. Знаешь, в чем один из способов писать хорошие песни, это взять что-то перевести на русский, а потом перевести обратно на язык. И получается совсем другая песня. А песня, которая прошла через перевод, она обретает новые грани вообще. На Ниоле что-то будешь записывать? Обязательно я уже сколько с ней страдаю. И потом, представляешь, у тебя зарубежные гастроли, ты вот как раз на Ниоле все эти песни там... Ну, я стараюсь не загадывать. Я, как и сегодня, ее заявил в седьмые лунные сутки. И уверен, что все они узнают, как там, доколе на Земле еще существует хоть один пиит, да? Паш, а ты веришь, да, во всю эту штуку под названием астрологии, седьмые сутки и так далее? Разбираешься? Ну, знаешь, когда неверующие сидят в компании, я хожу там во французский и английский клубы, и когда я спокойно вычисляю, кто огненного знака зодиака и какого, то неверующие становятся верующими. А тебе это помогает? Реально для тебя работает это в повседневной жизни? Ну, экономит много энергии и времени. Слушайте, давайте проверим, какого мы знака зодиака можешь определить? Ну, огонь сразу виден. Огонь виден резко. И если он еще не завуалирован какими-то образованиями, там, навыками какими-то выученными для телевидения, например... Это у Юли, да? Это мы оба огнедышащие, я так понимаю, да, с Романом? Я не говорил, что вы огнедышащие. Я говорил, что видно огонь сразу. Вот как. Огонь, да? Видишь еще? Да. Не завуалированное образование. Понимаешь, как это тонко. Ты мой огонечек. Ну, просто чаще всего, если человек, особенно женщина, пытается в одном предложении сразу отстоять две противоположные идеи, то, скорее всего, это огонь будет. И еще и рыба. Друзья, мы очень скоро вернемся. Оставайтесь в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Павел Кашин у нас в гостях. Лучшее в стране. Дорогие друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ» идет своим курсом. У нас очень скоро будет премьера нового клипа Павла Кашина. Клип на песню «Пьяный корабль». Но не только в эфире «Страна.ФМ». Эта премьера будет в ближайшее воскресенье в 8 вечера в Люстробаре в Москве пройдет сольный концерт Павла Кашина. И там тоже, кроме роскошного выступления, будет еще и премьера этого клипа. Да, и там еще будут выступать наши музыканты. А Света Медведева, который у нас в клепке давно не играл. Это сольные какие-то у них будут. Да-да-да, мы прямо созвали наших звездочек. А какая будет программа вообще, из чего скомпоновали? Отгадай, мы, конечно, будем «Пьяный корабль» играть. Вообще, по принципу, все самое старое и все самое новое, потому что без гномиков никуда. Да, то есть если не споешь, будут просто кричать «Гномики». Да нет, моя публика очень такая доверчивая, она сидит до конца, думает, сейчас еще гномиков споет. А, и вы споете гномиков? Интеллигентно очень, да? Не, ну ты сам удивительный человек, на самом деле. Знаешь, раньше, когда говорили «Павел Кашин», у меня вот всплывало первое слово, какой-то сказочный. «Сказочный Павел Кашин», ну, вот есть что-то в образе такое у тебя. Я все мучаюсь, почему? С мандаринчиком, если это что-то значит? Да, потому что мы как-то уже живем в преддверии Нового года, и мне захотелось мандаринов, роман принес. Вот, никогда не обманываю. Действительно, Паш, скажи, пожалуйста, Новый год у тебя в этом году, что работаешь, отдыхаешь? Ну, я думал, что это примета, потому что, знаешь, когда я иду на свое там маленькое радио, и смотрю, человек гирлянды вешает в витрине, и думаю, примета корпоратива будет много на Новый год. Ну, будет ли много? Что говорит тебе наш мандарин, лежащий на вот этой столичке? Мандарин на Неоле, это тоже и царь китайский вообще так-то. Ага. 31 декабря ночью, где тебя можно найти? Вот 31 вечером, еще не ночью, в клубе железнодорожников в Петербурге. Надо сказать, что это самый вообще сейчас отреставрированный и хороший клуб, и с самой хорошей аппаратурой, и там звукорежиссер потрясающий, наветный. Была группа «Нави» или как-то я забыл, но это из нашего времени, там прямо супер-супер все. То есть Новый год ты в Питере отмечаешь? А я полечусь сюда, и вот перед... Вернешься. Да, приеду в Москву. На сам Новый год, на бой курантов? Да. Но дело в том, что, знаешь, когда это твой 50-й Новый год, то в принципе уже некоторая новизна тускнеет. Загадывать желание будешь во время боя курантов? Вот эти вот бумажки сжигать? А я всегда загадываю. Я к вам шел, загадал. Но на Новый год я... Есть какие-то традиции у тебя вот твои личные? Разложу систему предсказаний. Сбываются, Паша? А у тебя тоже есть какая-то система, чтобы работала? Расскажи нам и нашим слушателям, телезрителям, что нужно сделать, чтобы желание сбылось? Что-то общедоступное есть, Паш? Что мы тоже можем... Не то, чтобы бумажки сожгли и выпили. Это у меня ничего общедоступного нет. Действует исключительно для самого Павла Кашина, его систему. Но то, что, чтобы стать счастливым, нужно отказаться от общения с женщинами, меня, конечно, это зацепило. Ром, ты бы мог вот пойти на такой шаг? Я пока еще не дорос до такого уровня просветления. Ты не точно перевела мои слова с русского на русский. Ладно, давай уточняй. Быть уверенным в своем счастье, чтобы не было фактора неожиданности. Потому что женщиной может быть прекрасно, просто непредсказуемо. Но так же скучно без фактора неожиданности, Павел. А знаешь, в 50 лет уже как-то и нормально. Дорогие друзья, мужчины и женщины, мы очень скоро вернемся. Смотрите, слушайте телерадиоканал Страна ФМ. И пока у нас вот ногу свело, в смысле не то, что у нас у кого-то из троих... А может и свело у кого-то. Максим Покровский, группа ногу свело. Ну, а очень скоро будет «Пьяный корабль» премьера клипа Павла Кашина. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, программа «Лучшее в стране». Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. У нас в гостях Павел Кашин. И мы наконец-то сейчас переходим к обсуждению клипа «Пьяный корабль». Как же вообще это все началось? Да, мы немножко отвлеклись, по-моему, да? Так вот, в один из дней летних прекрасных мне звонит моя помощница и говорит, завтра в 12 часов за тобой заезжает машина, ты едешь в деревню снимать клип. Окей. Я ничего не знал об этом вообще. Ты знал на какую песню клип? Нет, я ничего не знал. Они готовились там два месяца. Там было потрачено много сэкономленных тяжким трудом и недоеданием денег. Где эта деревня? А твоя команда молодцы, то есть они, да, как-то вот понимают тебя. Там не только моя команда, там и вне команды были те, которые старались снять этот клип. И, в общем, на их желание все это. И мы приехали. Это деревня такая цивилизованная очень. Там замки. Она вот по нашему западному шоссе. Вот. И я приезжаю, действительно, все люди переодеты, все в костюмах. В каких? Восемнадцатый, девятнадцатый век я не могу точно сказать. Ну, там это не важно было. Важно было настроение. И все со шпагами. Вот. Мне выдали шпагу и костюм, самый шикарный. Все в париках. Очень неудобно. Очень не люблю все это. Но, тем не менее, нафехтовались, нацеловались, нагулялись. Вот. Все было по опасным связям, по их затеям. А у меня договоренность с моей помощницей. Я ничего не хочу знать, что будет завтра. Не буду ничего критиковать. Но и высказывать свое мнение тоже не буду. То есть ты подчинился ситуации? Естественно, да. И мы... Вот. Я пофехтовал. Причем вся деревня насладилась очень. Там были репетиторы по танцам. Там все танцевали. По фехтованию, наверное, преподаватели. Там все было вообще. Подожди. Вы все это вместили в один день? Да, конечно. А все готовы были? Все прямо приходили со своим инвентарем? Вот. И надо сказать, что у меня даже родилась идея. Я сегодня своей помощнице сказал в седьмые лунные сутки объявить, что мы дальше делаем такие деревенские праздники. Фестивали. Набираем туда актеров. Все участвуют в... Костюмированном этом... В костюмированном этом шоу. Мы делаем из этого клип. Потому что было одно время, мне показалось, что музыкальный телевидение как-то загибается. А вдруг? Я сейчас увидел, что оно есть. В каждом отеле я приезжаю и вижу вот ваше в том числе. И думаю, так надо что-то делать. Но видео, как это было 25 лет назад, уже бессмысленно. Никто не смотрит за сюжетом. Нужно просто получать удовольствие и делать из этого праздник людям. А людям очень не хватает поучаствовать в кино. Но ты кайфанул от этого съемочного дня. Да, да, да. Я прямо насладился и спал, как ребенок. Смотри, если люди захотят поучаствовать, где информация? На сайте у тебя? В группе? Вконтакте. В главной группе. Там Марьяна ответит. Там раздаются роли. Мы с Романом первые. Мы такие актеры шикарные. Принимаются голосования, на какую песню снять. Вот, кстати, «Пьяный корабль» также был выбран, потому что... А вот этого я до сих пор не знаю. Я до сих пор его не видел, если честно. Ты знаешь что? Мне начинает нравиться твоя позиция. Не знать, что будет послезавтра. Слушай, чем дальше, тем больше тебе будет нравиться моя система. И еще больше адептов у Павла Кашина становится. Друзья, смотрите, слушайте. Сейчас как раз этот клип, который ты сам не видел, правда, что ли? Да, я правда не видел. Давайте посмотрим вместе с автором песни. Никто, получается, не видел здесь. «Пьяный корабль». «Страна ФМ», премьера клипа «Пьяный корабль». Павел Кашин. Поехали. Мои водой заполненные трюмы Английским хлопком, ромом и зерном Вошли индийцы, резали угуем Оставшихся, не спасшихся длинном Мои пробоины, как колотые раны Омыты кровью матрасни и дикарей Я зеленел, дрейфуя к океану Как мертвый остров, снятый с якорей И первый шторм был лют и зол, как пьяный Как пробка от портрей на десять дней Я танцевал над ясной океаном Вдали от глаз береговых огней И сладкая, как гром пиратской знати Соленая волна для корабля Отмыт от плевоты и винных пятен Сорвала якорь с лопастью руля Я тихо плыл в светящемся настое В стихах волны под звук вселенских труб Глотал лазурь свое нутро пустое Задумчивый, скидающийся трюк Я видел небо полным черных пятен И вихри, уносящиеся прочь Зарю, взлетевшую из черных голубятен И бараньон, спускавшуюся ночь В помете птиц я провожаю трупы Я скрежещу зубами на луну Отрезки к зори я пью, впадая в ступор И падая на борт, иду ко дну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было здорово, друзья Особенно последний кадр посмотрите Да Пьяный корабль Премьера Поздравляем Спасибо большое Ну что, ты только что сам его впервые посмотрел Дай оценку своему произведению Ну, я что могу сказать Я просто вижу, как мы веселились в этом Но, в принципе, я укрепился в своей идее Что нужно вот такие деревянские праздники устраивать И людям очень не хватает Перевоплощений, да? Да Важно, чтобы деревня была в районе Рублево-Успенского шоссе Чтобы получалось вот так масштабно Я не думаю, что это важно Расскажи Можно в любом районе С любым, как бы, экстерьером Просто нужно придумать сценарий под этой идеей То есть у моей бабушки в Мордовской деревне Тоже бы сняли такой клип? Ну, туда мы не привезем всех актеров Поближе надо Значит, смотрите Получается, что любая деревня может подать заявку Что мы, например, готовы У нас красиво Да можно даже отдельным персональным Я хочу участвовать в таком-то клипе Вот И покупаешь себе роль за малую Толику Вот он Начинающий бизнесмен Это не я такой Жизнь такая Жизнь такая По поводу жизни Давай вернемся У нас немного времени остается К твоей формуле счастья А вот так вот для простых смертных Можешь дать какой-то совет? Вот сейчас ноябрь считается Самый депрессивный, кстати, месяц в году Ну, что делать? Чтобы как-то повышать настроение Ну, как-то будет чуть-чуть посчастнее Вы, слушай, прямо сегодня к вам ехал И дельную вещь по телеку сказали Прямо обливайтесь холодной водой Знаете почему? Потому что организм думает, что Настали очень крутые времена И он выбрасывает очень много вещей в организм Которые тебе дают анестезию И немножко подбадривают И ты такой бодренький и веселенький потом идешь Ты обливаешься по утрам? Постоянно А спортом? Нет, у меня прямо система Через сколько секунд кофе после душа И все прочее Полный тайм-менеджмент Конечно, утро у меня состоит из приема Вот этих вот внутренних таблеток Ритуальчики Конечно Когда-нибудь твоя система дает сбой? Но пока еще не давала Слава богу, кофе происходит под очень короткие серии сериала Которые я смотрю Вот И они стабильны в одно и то же время А вернее телевизор, который можно подруливать Паш, если подруливать уже к новым клипам Когда и какая песня может быть экранизирована? Столько клипов вообще к тому, что впереди Вот ты сидишь целыми днями, так же дома работаешь Что сейчас занимает твой мозг? Давай не про клипов, там я еще пока не знаю Сегодня только идея родилась Но знаю, что надиктовывается мною книга Которая выйдет в феврале Так, что за книга? Книга называется, по-моему, по волшебным грядкам Или по волшебной реке Я точно не знаю Это биографическая книга или это... Я еще не знаю Это задумка издательства И как они смонтируют В следующем году мы ее можем получить, да? В феврале, да А писать тебе доставляет большое удовольствие Я не пишу, я диктую Я договорился, что я ничего не знаю Просто вот то, что называется Из подсознания вынимаю Она переходит в книгу о 90-х годах почему-то Потому что там очень много детективов Уникальный это человек Альбом, альбом Альбом светится вот где-то в весне или в осени И рабочее название ее Эдельвейс Что на неоле тоже обозначает благородный белый Круто Ну что ж, давай, наверное, позовем всех на концерт Павла Который состоится 26 ноября В Люстра-бар Начнется он в 20 часов Большое спасибо, друзья Смотрите в интернете В интернете появился твой клип? Да что ж, теперь не появится Ставьте лайк этому клипу и смотрите на странице Спасибо большое Павел Кашин, пока Спасибо, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok